Друзья, топ-5 ГАН-зарядок очень быстрых для ноутбуков, для смартфонов, для планшетов и все это в совокупности с огромным количеством устройств для каждого из зарядок, потому что я вам честно скажу, я использую одну из топовых зарядок, это вот такой вот блочок, о котором я могу рассказать в этом обзоре, но я делал уже на него обзор, так что сегодня мы таких топ-5 зарядок на лето 2023 года вам представим и все это с обзором на канале Технозон, поехали! Друзья, топ-5 ГАН-зарядок Даже лучший результат, чем мы ожидали И я вот, знаете, что сделал? Я разместил в описании под видео ссылки на обзоры, ссылки на проверенных продавцов, чтобы вы долго их не искали, да и актуальную цену могли узнать Ну и конечно же подписываемся, нажимаем колокольчик И еще версия на украинском языке этого обзора, вернее ссылочка на версию на украинском языке этого обзора лежит тоже в описании под видео, либо в закрепленном комментарии, поехали! Значит так, вы помните, наверное, или не помните? Но у нас вот такая вот зарядочка простреливала и с обзором, и плюс она еще в топе в одном на втором месте появилась Я как бы ее тогда закинул, потому что я ей попользовался Я не ожидал, что людям она вот так вот сильно зайдет Она нишевая, она не сильно хорошо продается В том плане, что это такой не масс-сектор, там не кинулись все ее покупать Но те отзывы, которые я получал, фидбэк от людей, которые их покупали, это просто нечто ошеломительное Объясню почему Потому что это больше зарядка с хабом, таким себе, с HDMI-портом и с USB-портом простым через данные, с пробросом данных Вот таким вот образом То есть я был очень удивлен И я вам сейчас покажу, в чем фишка Поддерживает она вывод Давайте я чуть ниже опущусь Вот она Поддерживает она вывод 65 Power, у нас есть ГАН-зарядка 60 Ватт Power Delivery через USB-C3.1 На секундочку Вот это у нас 5 Ватт, но это дата-порт То есть вы ее воткнули в 220 Выглядит это вот таким вот образом Воткнули в 220 Просто-напросто Поставили на зарядочку Ваш ноутбук Ноутбук и одновременно Эта штука через вот этот вот блочок Просто-напросто выдает HDMI Это хорошо для бизнеса, для работы, для организации какого-то рабочего места Плюс в этот порт вы можете вставить флешку То есть это тупо экономия места Не более, не менее Я с таким удовольствием попользовался этой зарядкой То есть у меня обычно вот на работе сейчас у меня, знаете, как вот так вот Вот такие вот штуки, да, там приделываю хабы с этим Плюс у меня рядом стоит все равно зарядка для этого ноутбука И все равно у меня, ну он просто потребляет там 60 ватт как раз И все равно у меня я использую какой-то USB-C И плюс еще HDMI для подключения внешнего монитора А здесь я поставил этот блочок и все у меня заработало На самом деле он поддерживает отлично Экьюик Чардж и Power Delivery Для Самсунга Power Delivery вот этот вот 405 Ампера ППС Который 45 Ватт Ну, как бы это они заявляются Я, кстати, на Самсунгах не проверял Но то, что он спокойненько тянет мой лэптоп То, что он спокойненько заряжает там мой Xiaomi по Power Delivery И мой iPhone по Power Delivery, это факт Совместим со многими девайсами Вообще, посмотрите наш обзор, очень интересная штукенция И она как бы очень нишевая Ну, потому и опустилась она со второго места на пятый Потому что, ну, она не получила такого широкого распространения Несмотря на то, что это GAN плюс технология И плюс еще и HDMI порт и хаб какой-то элементарный При том, что вы сюда можете вставить еще дополнительно хаб для каких-то целей Удобно Но, а кстати, это знаете для чего удобно? Для планшетов тоже использовать хаб И на планшетах вывод на какой-то HDMI То есть это для презентационного тоже вариант Очень классная штука Ну, а на четвертом месте у нас поселился USAMS Очень дешевая, 45 баксов за 100-ваттную зарядку Советую брать сразу с кабелем Кабели у них просто отличные Мы делали обзор И были очень неплохие отзывы по ним То есть, когда мы сделали обзор, люди покупали Есть там те, кто там тестировал и на пульсации И все остальное Ну, пишут, что все хорошо То есть, нам понравилось И действительно, USAMS из разных источников Есть там USAMS, flagship, еще там, direct store И все остальное Их продано там, ну, тысячи штук То есть, только здесь, в этом магазине продано 182 штуки А продаются они в очень разных местах И тоже неплохо зашло Но это самый обыкновенный GAN зарядник Особо от него ожидать каких-то чудес не стоит У нас есть там два Type-C и два Type-A порта Считаю, что два Type-A порта это уже лишнее Достаточно было одного То есть, это они, конечно, перемудрили уже Ну, то, что они пишут заряжать два лэптопа То, поверьте, не хватит на два лэптопа 100 ватт, ну, в среднем лэптоп потребляет 60-65 ватт Те, которые оснащены быстрой зарядкой Это если заряжаться Если просто работать, то вполне хватит Потому что мой ASUS в режиме простого потребления Он на заряженной батарее потребляет 38-40 ватт То есть, да, это он может Зарядить вот так вот быстро и зарядка не сможет При том, что, вы видите, он поддерживая, допустим, Power Delivery 3 Вот мне интересно Я уже просто не помню, где у нас расписание того, как он их использует по портам Сейчас, сейчас, ну, свит, там, они так показывают красиво Сейчас обычно на GAN зарядках показывают Да, и, кстати, все эти зарядки, вот которые мы сегодня Вот я опустился до этого момента, который я сегодня вам показываю Они все оснащены защитой от перенапряжения, от перезаряда От короткого замыкания, от перегрева, от воспламенения Очень-очень много там различных моментов защитных И вот смотрите, мы сейчас с вами сингл порт Вот, дуал порт То есть, ну, вот 65 на 30 Вот такое вот разделение То есть, в сингл порте он дает 100 ватт Или здесь 30 ватт Когда вы два порта ставите, там, 65 на 30 Вот это вот неудачное разделение Оно и делает ее, там, на четвертом месте Хотя зарядка действительно классная Если вы заряжаете конкретно смартфончик Если у вас есть, ну, допустим, здесь пошло бы зарядка, допустим, MacBook Air Плюс, вот, в дабл в режиме, плюс, допустим, iPhone Этого хватило, там, у меня, допустим, iPhone 14 есть Там 22 ватта быстрая зарядка Плюс 65 ватт на Air Запросто То есть, да, отлично подойдет отдельным блоком Либо на три гнезда 45, плюс 30, плюс 30 Либо 65, плюс 15 на два гнезда Type A Ну, то есть, 4 порта, нормальная зарядка Тоже советую посмотреть наш обзор А вот на третье место у нас попал Anker 737 Хотя мы не делали обзор Но этот Anker очень и очень крут Мы его попользовали Я его пользовал в Германии Под переприездом в Запорожье Я его попользовал в Германии Вы знаете, вот прям то Anker это всегда качество Вот когда вы хотите качество Я советую 737 120 ваттный Когда вы хотите ай-качество Это проанкер Да, вы заплатите за него дороже Он будет стоить 64 бакса Либо 78, вот 735 будет стоить 64, почти 65 Либо 79 за версию 120 ваттную При этом будет два Type C, один Type A И смотрите, какие у нас тут заявлены моменты Сейчас, сейчас, сейчас Вот, смотрите, как красиво здесь все расписали Ган Прайм 120 ватт Два USB-C, один USB-A Есть у нас Единственное, знаете, чего они там Они, конечно, умолчали распределение ватт При использовании дабл портов То есть при дабл порте При дабл портах Сина плюс C2 120 ватт макс Вот они очень молчаливо Очень молчаливо Не указывают распределение между двумя портами Мы сделаем обязательный обзор Вы увидите, там не все так плохо Но у меня есть вот такой момент Что и не все так хорошо То есть два макбука одновременно не зарядишь То есть 120 ватт какое-то ограничение Но это ограничение конкретно Power Delivery 3.0 А Power Delivery 3.1 они, ну вот, ну не доработали За эту цену был бы вообще на Power Delivery 3.1 Чтобы вообще там 140 ватт сделать И два лэптопа одновременно Вообще идеально Вот было бы классно То есть он поддерживает там и Power Delivery Очень огромное количество различных Стандартных зарядок В том числе AFC Поддерживает он PD3 Поддерживает QX Charge до 4+, Самсонговскую зарядку Только не 45 ватт, а 25 ватт И смотрите, у него есть классная защита Вот я почему говорю У него технология Active Shield Power IQ 4 Там и мониторит температуру 3 миллиона раз в день И конечно же вот перезарядки Вот короткого замыкания, возгорания То есть это очень-очень крутая зарядочка Плюс, знаете в чем ее преимущество Это компактность Вот компактность Anker не занимает Давайте вспомним Anker нано зарядку Это вообще такой маленький блочок Который действительно, блин, тянет Тянет очень-очень круто Смотрите, как они нарисовали Красиво наушнички Там допустим айфончик И ваш iPad Ну это как пример И тут они опять же очень тихо умолчали Думали, что в двухпортовом режиме 100 ватт максимально на два порта Но распределение конкретное не написали Или здесь там 100 ватт два порта Но тоже распределение конкретное не написали Хотя на Type-A у них приходит только лишь 22,5 ватта То есть как здесь будет разделяться Будет ли давать USB Type-C там допустим 85 ватт Нет, скорее всего будет 65 там плюс 22,5 Я имею в виду, ну не скорее всего, вы увидите все в обзоре Но на третьем месте он стоит заслуженно, потому что это действительно очень-очень топовый зарядничек А вот на втором месте у нас, конечно же, Ugreen 100 ваттный Который я использую очень давно И здесь вот сочетание 100 ватт за 53 бакса Это просто невероятно Объясню Я в нем три Type-C Это то, что мне надо Я заряжаю на нем айфон Заряжаю на нем свой Xiaomi Заряжаю, кидаю лэптоп Ну меня, знаете как Одновременно не заряжаю Сразу говорю, для одновременной зарядки у меня есть другой Заряжаю иногда лэптоп Заряжаю Xiaomi И использую Type-C Еще там допустим наушники кинул Type-A у меня вообще я не использую Я не знаю для чего сейчас использую Type-A Кто сейчас заряжается на Type-A Но за 53 бакса вы получаете Обалденный, кстати, у нас будет обзор на вот такую зарядку Видели? PD30 ватт Outlet адаптер Как розетка То есть там 18 ватт и 30 ватт Type-C Классная тема вообще Это попробовал, но сейчас пока тестируем И здесь у нас есть поддержка И Quick Charge 4 И Power Delivery 3 И Apple И PPS И AFC И, короче, это просто Нексодовый 100 ваттный ГАН зарядник Обалденный Со всеми уровнями защиты Само собой здесь ГАН 2 Ультра-быстрый Можно заряжать до 4 устройств сразу Кстати, смотрите, какое здесь распределение А вот они, знаете, пишут и по стандартам То есть USB-C1 поддерживает Power Delivery 3 Power Delivery 2 PPS Q-Charge 4+, USB-C2 поддерживает Q-Charge 3 и FCP USB-C3 поддерживает Q-Charge 3 и FCP USB-A поддерживает Q-Charge 3 и 2 SCP, FCP, AFC Apple 2 4 и BC 1.2 Но, кстати, здесь тоже Power Delivery есть На C1 и C2 Посмотрите наш обзор, мы тоже на него делали Опять же, та же самая защита Это у нас от различных коллизий, которые могут случаться Такая пятислойная Пять слоев защиты, как они написали Красиво То есть от воспламенения Во-первых, здесь материал В югринах всегда материал, который не горит От перенапряжения, от короткого замекания От овервольтажа, от перегрева То есть отличная штукенция При том, что она, ну, мега универсальна Она не столько тяжела Смотрите, по распределению Опять же, два порта Type-C Это 65 на 35 65 на 22,5 Это то, о чем я говорил Два Type-C, второй, третий То, о чем я говорил на Anker Там вот будет не 100 ватт, а 65 плюс 22,5 Ну, такая интрижка И в однопортовом режиме, конечно же, 100 ватт И в трехпортовом режиме у нас 45, 30, 22,5 Но все это детально показываю уже в своем обзоре Тоже советую посмотреть Это он очень заслуживает внимания Но это именно второе место Несмотря на его столь низкую цену для такого Гана Вот первое место у нас поделило два зарядника Это два 140 ваттных зарядника Один от Bezos или Bezos, как кто называет И второй от Ugreen 140 ватт Он стоит 150 долларов Здесь у нас вот такая вот кризис Сейчас вот посыпятся тапки Вот прям представляю, как у кого-то тянется рука В строку написать комментарии Я вам объясню, в чем вопрос 64 ватта, ПД 3.1 Ой, 140 ватт, 65 баксов ПД 3.1 Bezos И 150 баксов 140 ватт Югрин ПД 3.1 Но Знаете, что я использую? Югрин 140 ватт за 150 баксов Объяснить почему? Объясняю Смотрите Bezos Вот мы будем идти с вами Наверное, даже разделим чуть-чуть Будем идти с вами Наверное, параллельно Хотя нет, не будет смысла иметь Некрасиво будет выглядеть Если были карточки одинаковые Смотрите Вот красиво они пишут Все GAN 5 Pro BPS Два технология Которая у нас бережет Там, грубо говоря Вернее, спасает нас от нестабильности То бишь, с пульсацией там все будет отлично Конечно же, дизайн Который там, грубо говоря Не ломает стену Ну, знаете, как По-хитрому они, конечно, написали Они здесь нарисовали углы Как-то Ну, маркетинг Такой маркетинг Но все это Все это можно простить Все это хорошо И действительно Неплохо это все дело выглядит То есть, она Длинного размера Вы ее ставите в розеточку Хотя в боковую розетку Это уже вот проблема То есть, вы ее можете поставить Вот такую розетку Чтобы она висела Это будет хорошо Но когда розетка уже расположена так То у нас идет перевес на одну сторону Тоже момент такой Хрен с ним Можно все это перетерпеть Но Почему Почему Не сделать нормальный вывод Мультипортовый И это, в принципе У нас и обусловлено тем Что Эта запрятка стоит дешевле Чем югрины Они знают, что она у них не дотягивает Я вам объясню В однопортовом режиме Type-C 1 140 ватт Type-C 2 100 ватт Type-C USB USB-A 60 ватт Это примерно то же самое Что на югринике А теперь смотрите Дуал порт 100 ватт Плюс 30 ватт То есть у него нет режима 65 на 65 Это значит, что вы не можете заряжать два устройства Например, два лептопа одновременно То есть здесь очень урезаны возможности И поэтому она и стоит дешевле Допустим, в 2D портовом режиме Type-C и Type-A Это 100 на 30 И везде 100 на 30 То есть это уже не 140 И в тройном режиме 120 и 18 То есть опять же У нас вообще второй порт 20 ватт Это вообще не дотягивает До, допустим, того же самого Хотя в запасе 22 ватта есть До быстрой зарядки айфона То есть вот здесь вот они, конечно, шельмовали Хотя это действительно крутой За 65 баксов, конечно, если выбирать между, допустим, тем же самым Югрином 100 ваттным Ганом за 53 бакса и за 65 140 ваттным этим зарядником Я бы брал бы однозначно Bezos Однозначно Но теперь давайте посмотрим на Югрин Да, 150 долларов И они знают, почему они просят 150 долларов Они прекрасно знают Потому что теперь смотрим Здесь, конечно, там они расписывают очень круто Нексодовый Ган-зарядник X140 ватт Нексод, ПД31, 140 ватт Все хорошо Три порта Ган, при этом кабель у них в комплекте 240 ваттный Югрин Кстати, кабель там зачет Я вам сейчас покажу Я тоже делал когда обзор Блин, где он? А, вот он, да Там вообще топчик Там кабель Ну, прям чувствуется, знаешь Взял руки, маешь вещь Дальше ПД31, Мабук 16 Он поддерживает Макбук Pro 16 140 ватт Может одна портова зарядить Это все хорошо А вот теперь у него есть Power Tool Laptops Одновременно по 65 ватт То есть он два порта способен разделить по 65 ватт А этого не может сделать Ни Bezos 140 ваттный Ни какой другой Там, допустим, ни 737 по 60 ватт 2 А этот конкретно может И он не намного больше, чем 100 ваттный зарядник То есть вот он Как моя ладошка Вот он Вот он Чтобы сказать, он мега большой При этом у него сбалансирована вот эта вот вывешенная штука То есть если вы его будете в вот такую розетку его вставать Хотя это вообще, конечно, зарядник, который ставится в стол Однозначно Это не настенный зарядник Хотя в стене он у меня торчал А вот теперь дальше Давайте посмотрим на разделение На разделение Ну у него само собой, опять же Все защиты, там все красиво они показывают И вот если сравнить с MacBook-овским зарядником То он на 22% меньше И поддерживает и MacBook Pro, и Chromebook, и iPad, и Surface Pro А вот теперь давайте здесь Смотрите, однопортовый зарядник 22,5 на 100 и на 140 USB Type-C, USB Type-C, ну, C2 и C1 100 и 140 Двухпортовая зарядка Смотрите, двухпортовая У нас идет 22 на 100 с Type-C2 И 22,5, ну, грубо говоря, на 100 с Type-C1 А вот два Type-C1 дают два по 65 То есть я могу одновременно заряжать на быстрой зарядке Два вот таких вот лэптопа И, например, Asus вот такой вот И, допустим, какой-нибудь iPad Air Ой, не iPad, а MacBook Pro Air Одновременно это будут две быстрых зарядки То есть вот почему она стоит 150 баксов Вот почему она на первом месте Вот почему я ее рекомендую на первом месте Хотя дело ваше Дело ваше, я понимаю, что вам там выбирать Но я конкретно Да, она не стоит 150 Вот если брать там, конечно, совсем уже там Брать по-человечески Многие считают, что это очень дорого Я считаю, что если ты хочешь использовать качество То я советую, конечно же, Ugreen Вот именно этот на 140 ватт и за его возможности Опять тут от воспламенения, от перегрева От короткого замыкания, от перевольтажа То есть есть огромное количество уровней защиты Поэтому это топ-1 у нас И в топ-1 у нас, ну, получается два зарядника 140 Bezos и 140 Ugreen Уже вам там решать, какой вы из них хотите Но я бы советовал, конечно же, Bezos С вами был Бабл на канале Технозон До скорых встреч